здравствуйте здравствуйте друзья мои вчера снимала вам видео рассказывала о том как у нас тут борется с коронавирусом в британии и вы знаете не успела даже это видео еще выложить пришла вечером домой и вдруг нахожу такую информацию написано везде британских сми что королеву елизавету 93 лет и ее мужа принца филиппа 98 лет помещают в карантин и отправляют из букингемского дворца в вензорский дворец из-за того что такой преклонный возраст у них им предложено покинуть все-таки букингемский дворец который находится как вы знаете в самом центре лондона и в котором очень много посещающих его и потом елизавета принимает гостей и вот старушку решили обезопасить и отправить вензорский дворец это в пределах лондона но это получается за городом уже не успела я эту информацию переварить как говорится как тут же смотрю что вот пожалуйста вам сегодня уже королева елизавета возвращается букингемский дворец и что это все были слухи ну и я решила открыть официальный сайт правительства и здесь можно найти всякую информацию какую хотите тут все на английском языке но я не буду вас заморачивать особо я просто а я сейчас сразу вам переведу просто я показала как он выглядит это английский сайт это сайт официальный и здесь все 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 о том что происходит в британии какие законы что меняется вот я перевела его да на русский язык вот смотрите здесь никогда не было вот этой вот красной полосы а здесь вдруг я смотрю она появилась видите коронавирус 19 что нужно сделать вот мы нажимаем на эту ссылочку что нужно сделать и нам открывается коронавирус ковид 19 ответ правительства великобритании и дальше написано коронавирус это новое заболевание которое может повлиять на ваши легкие дыхательные пути это вы вызвано вирусом под названием коронавирус и дальше узнайте как защитить себя или проверьте нужна ли вам медицинская помощь на веб-сайте nhs нажимаем и мы попадаем на центральный веб-сайт это национальная служба здравоохранения великобритании и смотрите что они тут пишут пожалуйста советуют оставаться дома оставайтесь дома если у вас есть симптомы коронавируса как вам нравится и пишут оставайтесь дома в течение семи дней если у вас есть высокая температура у вас жар когда вы прикасаетесь груди или к спине если у вас есть постоянный кашель это означает что вы начали кашлять постоянно не ходите к врачу общей практике в аптеку или в больницу и вам не нужно связываться один один чтобы сообщить им что вы остаетесь дома тестирование на коронавирус не требуется если вы находитесь дома вот это конечно я была в восторге понимаете то есть получается что они пишут вам что если вы почувствовали себя плохо если у вас коронавирус если у вас все симптомы видите то вы просто должны самоизолироваться закрыться и сидеть у себя 7 дней дома смотреть что случится с вами дальше это советует вот как раз здравоохранение великобритании и вам даже не нужно звонить и предупреждать вот 111 это как раз как у нас вот служба спасения и вот они тут пишут что вам не нужно с вы видите да читаете я ж не выдумываю не нужно связываться и тестирование уже не требуется если вы находитесь дома друзья я была в шоке я смотрю дальше если вы чувствуете что вы не можете справиться с симптомами дома и ваше состояние ухудшается через семь дней то тогда вы воспользуетесь сервисом 111 да вот тогда вы пишете воспользуетесь 111 это опять понимаете чтобы их никто особо не напрягал они тут вам опять пишут вот вы воспользуетесь услугой вот этой я сейчас нажму посмотрю что там но и звоните только в том случае если вам не помогла вот эта услуга онлайн понимаете а что за услуга онлайн давайте посмотрим опять о коронавирусе узнать что делать если вы думаете что у вас есть симптомы мы зададим вам несколько вопросов мы расскажем что делать дальше так чтобы защитить себя и других не ходите к терапевту в аптеку или в больницу так и вот тут дальше вы должны начать там будут как вопросы и это в общем то конечно могу открыть вам пока если у вас опять высокая температура вам у вас жар тра тата и вы значит пишете да или нет вот это вам будет на 30 листов вопрос вопросы заданы и потом в конце вам скажут что вы оставайтесь дома и сидите ждите вот и дальше они пишут вот смотрите лечение коронавируса да и пишут в настоящее время нет специального лечения коронавируса антибиотики не помогают так как они не работают против вирусов лечение направлено на облегчение симптомов пока ваше тело борется с болезнью поэтому вот видите вам нужно будет оставаться в изоляции подальше от других людей пока вы не восстановитесь то есть вот они все пишут вот видите как я да кстати даже не знала что лечение не лечится настоящее время нет лечения коронавируса и они просто здесь вас призывают если у вас симптомы то закройтесь и сидите 7 дней умрете значит умрете но по крайней мере других не заразите вот как классно да представляете как здорово я такого вообще-то не слышала я думала что если у вас симптомы то чем раньше вы обратитесь в больницу тем вам быстрее будет оказана помощь и человека спасут а тут оказывается нет они просто ждут и они прям вам пишут что все даже если у вас серьезные есть проблемы если у вас кашель и высокая температура оставайтесь и боритесь сами переписывайтесь с ними по онлайн они себя обезопасили уже и дальше они пишут как избежать заражения или распространения что нужно делать часто мойте руки с мылом и водой делайте это не менее 20 секунд всегда мойте руки когда вы вернетесь домой или на работу используйте гель для дезинфекции если мыло и вода недоступны при кашле или чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или рукавом не руками немедленно положите использованные салфетки в мусорное ведро и потом вымойте руки старайтесь избегать тесного контакта с нездоровыми людьми и дальше не касайтесь глаз носа или рта если ваши руки не чистый вот это все что нам советует британская система здравоохранения вот самая такая главная и то что нам на сайте government.uk основной английский сайт для пользователей вот такое вот предохраняют они так великобританцев и дальше здесь вот этот же самый официальный сайт британский он дает помимо всех вот этих вот вам советов что делать он пишет вот смотрите количество уже зараженных по состоянию на 9 часов утра 16 марта 2020 года 44 тысячи сто пять человек прошли тестирование великобритании из которых 42 тысячи пятьсот шестьдесят два были подтверждены отрицательными и всего лишь только тысяча пятьсот сорок три были подтверждены как положительные то есть заболевших на сегодняшний день выявлено заболевших 1543 по состоянии на 16 марта так и вот они дальше пишут уровень риска великобритании был повышен до высокого уровня и они дальше пишут что это будет такими волнами проходить что сначала будет не так много вот до лета заболевших а дальше на следующий год он вирус этот все равно останется и они уже даже ни о какой в оцене не говорят они говорят о том что вот будет на следующий год еще больше и дойдет количество заболевших до 60 процентов сколько там умерших из них будет неизвестно но вот они как обычно то что я вам рассказывала лечить они ничего не могут вот английский официальный сайт government.uk видите советуют и очень серьезно советует чтобы все оставались дома сейчас потому что вот эта вспышка коронавируса которая здесь признана очень высокой доля возможности заражения очень высоко видите но тем не менее как ни странно вот я говорю вам что я ходила в поликлинику и я сегодня ходила также в свой джоб-центр там узнать кое-какие вопросы по пенсии моей они меня сами пригласили я туда пришла там много очень пожилых опять же это было сегодня и я зашла но я смотрю что у них конечно нет никаких дезинфицирующих вот этих средств которые должны стоять при входе если у них такая серьезная ситуация как вот здесь я такого кстати не видела никогда на этом сайте чтобы здесь вот так серьезно все это висело красным ну и я спросила а у вас есть дезинфицирующие что-то для рук гель какой-то они сказали нет нет нету так что спасение утопающих дело рук самих утопающих вот я вам показала друзья что происходит в англии с коронавирусом а на этом я с вами прощаюсь не болейте берегите себя пока пока